Друзья, перед началом просмотра минута рекламы. Интернет-магазин Пловер.ру. Это большой ассортимент консервированного плова и других национальных узбекских продуктов. Халим, машки-чири, нухат-шурак, шурпа. Настоящая фарфоровая узбекская посуда, пахта и рештан ручной работы. Казаны чугунные, наманганские, тандыры и все необходимые к ним аксессуары. Ножи, пчаки. Более 19 видов варенья из Узбекистана. Настоящие узбекские специи и приправы. Рис-лазер, аланга, девзира, хлопковое масло, орехи, сухофрукты, халва, мед, курт. Вы сможете приобрести это и многое другое в магазине Пловер.ру. По промокоду SUMMERDAYS 3% скидка на все товары всем подписчикам. Доставка в любой регион России. Ссылка на интернет-магазин Пловер.ру в описании ролика. Всем доброе утро. Мы сейчас находимся в городе Китаб. За нас завтрак сейчас. И едем мы в горы. Заехали в первую попавшуюся кафешку. Здрасте. Здесь жарят шашлычок. Это Молгуш, да? Да, да. А, вы по-русски говорите? А какое вот соотношение мяса и жира вот в этом шашлыке? Если, например, килограмм мяса, то сколько жира кладется? 300. 300 грамм, да? Да. Все висит. 300. Все висит и не падает. Не надо никаких широких шампуров. А, это вы так вот жир вытираете, да? Да. Сейчас мы тут и позавтракаем. Завтрак по-китабски, да? Да, китабски. Завтрак по-китабски. А мы здесь, что ли? А как туда попасть? Все, мы пришли туда. Вовнутрь. Ты сделал заказы? Всем привет. Завтрак у нас будет состоять из... 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 Шести мантов, по две штуки на одного человека. И я себе заказал шашлык. И все. Сегодня очень холодно. Несмотря на то, что вчера можно было ходить в майке, сегодня уходишь в куртке. То есть, погода в Узбекистане такая обманчивая. Особенно весеннее время. После завтрака двигаемся в горы. Хотим кое-что посмотреть и вам показать. Монты. Приехали манты. Федя что-то спрашивает, какие-то юсграм. Сока юсграм? Да, да. Так. Лепешки принесли. Лепешки легкие-легкие, но такие прям хрустят, слышите? Стоит хруст. Принесли нам чай. Весь набор, в общем. А, еще принесли котык. Все, что белое, это котык, короче. Придется снять куртку, потому что будет стоять хруст. Хруст ушей и челюстей. Так. Блин, не успел сказать, чтобы не наливали масло. Налили все-таки. Так, аккуратно цепляем. Друзья, это завтрак. Здесь вот так, по-другому сделаю. Круть. Хруст французской булки. Даже Таня не сдержалась. А уксус тоже в манты наливают? Или нет? Нужно. Если присмотреться, много зелени, много лука, много зиры. Много всего, причем. Хочу хлеб реально взять, сорваться, но чувствую, блин, он так хрустит, реально, вот хлеб. Но Федя говорит, не ешь, Денис, не ешь хлеб. Принесли нам еще бахор салат. Ну, я так понимаю, это котык, зелень. Там редиска порезанная, еще. Я не знаю, огурец есть там, нет? Пока ждем шашлык. вот в то помещение прошел повар я не знаю как правильно самса пас тот кто делает самсу не делает а может и делать тот кто и крепить сейчас будет выходим и снимаем пара нет совсем огромное количество пара здесь просто нет воздуха отвода поэтому он так садится с тамином а сколько грамм в одной 30 грамм 50 грамм не вот в этой 500 грамм а 50 грамм нуляши полностью 200 грамм получается приплюскивает повар их хлопнул и приклеил принесли нет мой нет шашлыка петь петь шашлык бор шашлык йог 30 минут он уже елозит поэтому манту вокруг он уже полу лепешки съел все этот мант никак как не съест федя ребята я не денис он уже все кухня ходит он быстро кушает мант уже остыл в жиру а он все елло ну да он ест и ест уже смотри что сделал Денис котыку перемешал ты же любишь так друзья давайте вот так вот сделаем по-хитрому схитрим я худею нужно еще повторить всегда нужно повторять ведь как лук тонко нарезан он полит еще уксусом пожелай своим подписчикам приятного аппетита да приятного аппетита друзья они сейчас будут смотреть у них будут слюнки течь ну слюни не текут только у вегетарианцев и сыроедов я самый главный из викторианцев хорошо когда ты веган после такого завтрака можно 3 часа ничего не есть из лепешка да с детства запомнил поговорку которую говорил мой дед люблю повеселиться особенно пожрать все мы позавтракали теперь можно и в горы теперь ты остаешься здесь что ли продолжение банкета по мере приближения горам видно что там стоит сильный туман но и в то же время все побелили все убрали видно готовится к наврузу так все аккуратненько потому что два дня назад мы когда здесь проезжали огромное количество людей но вот видно коммунальные службы занимались уборкой ну как говорится плохо хорошо но все чистенько и аккуратно еще друзья хочу вам напомнить про одного человека который бросает в германии все продает квартиру дом машину и уезжает жить в узбекистан канал называется яшкина кухня это наш старый знакомый и на этот шаг его побудила любовь к узбекистану ссылочку оставлю в описании и он и он и он и и и проехали пост посты не снимаем потому что товарищи полицейские не любят когда их снимают поэтому проехали шел дождь на каком-то участке сейчас вот уже заехали в перевал начинаются кафешки нам нужно подняться повыше или ну ну и а а у чтобы вы понимали чтобы вы понимали пар ждет изо рта приехали куда-то в гору здесь можно всегда попить воды здесь прям холодно чувствуется если там вообще кайф друзья как красиво водопад уже вовсю шаршара местная в переводе узбекского шаршара это есть водопад вы слышите отчетливо этот звук очень красиво но холодно скоро между прочим начнется рабочий он же ревень в кафешке такой здесь никого нет вот видно один работник который здесь сейчас пойдем обойдем и дойдем до водопаде к очень холодно наша шапку один планы изменились я просто оттуда поднялся вот сюда миндаль точно миндаль вот они горный миндаль темечки косточки так двигаемся дальше как красиво камни один над другим нависают руки реально мерзнут ну очень прохладно летом положение вот такой вот кафешки находящийся вблизи водопада это считается золотым местом самым у красота друзья на камеру я вам не передам но это очень красиво мы упали друзья мы с вами упали камни скользкие камни скользкие куда надо ну здесь трубы которые запитывают ниже стоящие кафешки тоже искусственно создают маленькие водопады смотровая площадка летом вот здесь вот кидают курпачу и сидят отдыхают нашли какую-то щель так ловим равновесие нашли щель вообще под камнем находимся покажи к чё там защит отойди в сторону печь там немного ты вкушаю здесь это камень а покатится мы с тобой встретимся на небесах да нет там петь для меня узко красотки почему-то скользят на этой поверхности видишь как я не знаю или ветром или чем вымыло прям вид сверху оба на почки уже вовсю набухает несмотря на то что даже здесь холодно то есть внизу на равнине весна полным ходом и некоторые спрашивают Денис а покажи пожалуйста как на камнях растет грибок лишайник вот так вот черный черного цвета гриб лишайник или гриб или лишайник так все пора спускаться нас ждут тандыры горные главное не убиться тут здесь все-таки нужна другая обувь мне кажется я снимаю как другая камера меня снимает спустились пониже продолжение шоршары если внимательно присмотреться на ветках находится лёд то есть воздух сам не холодный вода видно до такой степени ледяная льется что образовывать лёд поэтому я на камнях несколько раз скользил наверно по этой причине цветет и никаких проблем все зелененькое это все зелененькое Субтитры сделал DimaTorzok Поднялись еще выше, здесь уже туман Туман, туманный Вот на протяжении всего перевала попадаются вот такие вот будочки Где ребята продают тандыр густ Салам алейкум Я просто видео снимаю сейчас Здесь что вот Здесь я так понимаю разделочный цех Что-то цветет Другого цвета уже И цветы Какого-то кремового цвета Здесь я так понимаю Находится тандыр густ Здесь какие-то шланги Я сейчас Нашел я где у них тандыр находится Ну не знаю Если честно Ну говорят что это самый лучший тандыр Потому что его делают в горах Другой кислород Другая вода И тттттт Много всяких слов Другой Ну вот стандартный тандыр В принципе Спросил у них Все то же самое Что используется в маринад Что и внизу В равнине Вот что там Что-то пилят Звуки непонятные Кто-то преследует Ворона Здесь Вообще Непонятно что Все в тумане Туман покрыл Дрова обычная Хворост используется Я не знаю Миндаль Что это такое Все что в горах растет То используется Если честно Я сегодня хотел узнать Чем отличается Тандыр Густ Горный от равнинного В принципе ничем То же самое Плюс-минус Немножко раздуто Все Ну и во-первых Сюда барашку Надо довезти Нужно задействовать Технику Нужно посадить сюда Продавца Что он сидел Продавал Точка Электричество Я думаю Что ценник Здесь повыше Сейчас мы узнаем У продавца А не чпульда Биркило Сто тысяч Ну да Чуть-чуть подороже Здесь вот висят барашки На вот этой вот вешалке Так, ну а мы двигаемся дальше Еще выше поднялись Здесь вообще туман Просто Висят бараны Свежий Тандыр Густ Ну прям свеженький Реально Он еще теплый А тандыр можно посмотреть? Тандыр Густ Внизу Внизу далеко? Если он далеко совсем Я уж не пойду Конечно А, вон, наверное, да? Вот там где-то Да Смотрите Вот буквально Я не знаю Сто метров ниже Цветет миндаль А здесь просто Лед Да, да Еще тлеет, друзья Он еще тлеет И он толстостенный Чтобы Дольше держал жар Тишина здесь Горобовая Не спросил про маринад? Чеснок Кашнич? Кашнич, зира Чеснок Все, да? Пробуем Пробуем Федя с собой Даже лепешку взял Федя, обычное мясо, да? Там вкусно Даже жесткий Скорее всего Потому что баран крупный Под тушком видно Да, он жестоковатый Вкус особо Ничем не отличается Пока что Самый лучший Тандыр Густ Я пробовал В Корше Да Жесткий Бывало и мягче Пчак узбекский Кому нужны такие ножи Вы можете их приобрести В интернет-магазине Пловер.ру Доставка по всей России Все Ну да, блин Реально, мне кажется Вкус так Жесткий Будем честны Жестко Так что нет Никакого секрета Между Горным тандыром И Низинным тандыром Одно и то же Мясо И внизу Вкусней Что, Тань? Всем привет! Еще раз Еще в одно Место заехали По пути Здесь мы раньше Были Я, честно Не помню Каков здесь вкус Здесь тоже Делают тандыр Густ Это Объездная дорога Вон Резочек С ножом Как смотрят Вот тандыр Которому Поднимаются По ступени Блин, да В этот тандыр Можно слон Окинуть Представляете По-моему Это все Он цельной Короче Да, он цельной Это все Такое Залитое Также Отверстие Для Тяги Здесь Вон тоже Все цветет Все беленькое Сейчас Здесь заказали Попробуем Попросили Нагреть В микроволновке А здесь тоже В коробке Да Упаковывают Да Это вы с собой берете Откуда Откуда А подарок Куда Ташкент Хорошие подарки А вы сейчас В Ташкент Пойдете Передадите Принесли Наш мясо Мы его бросили Разогреть На вид Красивое Осталось Понять Что за вкусом Вот это Два вкуса Федь Небо И земля Вот Это Небо Реально Вкусно В сто Раз вкуснее Попробуй Сейчас Попробуй Вкуснее Чем в горах Сто раз Сто раз А туруббор Турубкатых Катых Бор Да Ваше мнение Сэр Какой вкуснее Да Это вкуснее Это мягкий Да Мясо Настолько вкусное Что мы не можем С Федей остановиться Заказали Катык Труп Помидорки Хозяин От себя Дал Я так понимаю И еще Заказали 200 грамм Мяса Еще Дополнительно Дополнительно Завтрак Продолжается Принесли Вторую Партию Пока мы Здесь Находимся Приучаем Федю Есть Тандер Густ И же Распознавать Его Шутка А мы С вами По-другому Будем Есть Возьмем Туру Катык Мясо Полюбил Я в Узбекистане Очень Сильно Катык И Туруп А теперь Понимаю Почему Его много Едят Потому Что Наверное Улучшает Псеварение Кошка Сейчас Получше Свою Косточку Сейчас Друзья Всем пока До скорых встреч Продолжение следует Продолжение следует